МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не договариваться, а брать на себя общую ответственность за судьбу государства, которая оказалась в очень сложном положении, подчеркнул президент. И добавил, что внесет на утверждение парламента ту кандидатуру премьера, которую предложит парламентская коалиция. Это ответственность парламента, ответственность коалиции. Мы, наконец-то, должны построить новую модель взаимоотношений избирателей, депутатов, коалиций, правительства и президента. И у каждого есть своя зона ответственности. Я заинтересован, чтобы у нас была коалиция в 300 голосов. Я заинтересован в том, чтобы мы провели фундаментальные изменения в Конституции, в том числе изменения по децентрализации, без которых страна не выживет. Я не буду сейчас рассказывать о сущности изменений, но значительная часть, и судебная реформа, и реформа децентрализации требует конституционных изменений. Поэтому наши двери будут открыты. Коалиция будет создана в ближайшее время, чтобы новое правительство и новый парламент могли быстро и эффективно провести реформы необходимой стране. Об этом заявил премьер-министр Арсений Аценюк после встречи с президентом Петром Порошенко. Премьер обратился в ЦИК с просьбой, как можно быстрее подсчитать результаты голосования и гласить их, чтобы в одномандатных округах было ясно, кто выиграл выборы и каким образом формировать новую коалицию. База для новой коалиции – это соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Именно это должно стать основой коалиционного соглашения. Народ Украины определился и надеюсь, что в новый кабинет министров Украины войдут исключительно профессиональные люди, которые способны проводить реформы и принести изменения для Украины. Явка избирателей на парламентских выборах во всех 198 округах составила 52,42%. По данным Центра избиркома, наиболее активными были избиратели во Львовской области – это 70%, в Тернопольской – 68% и в Волынской области – почти 65%. Самая низкая явка избирателей в Донецкой и Луганской областях – чуть более 32%. А также в Одесской – почти 40%. В Киеве проголосовали более 55% избирателей. ЦИК продолжает обрабатывать протоколы, полученные из избирательных участков. Там сейчас работает наш корреспондент Оксана Опрышко. У нее знаем все подробности. Оксана, тебе слово. С минуты на минуту в Центре избиркома начнется брифинг главы Центре избиркома Михаила Ахендовского, о подробностях которого я уже сообщила в следующих включениях. Тем временем Центре избиркома уже обработали 40% электронных протоколов по многомоднатному избирательному округу. Шестерка лидеров неизменно. Практически нос в нос с небольшим отрывом идет Народный фронт и партия Петра Порошенко. Но все же Народный фронт буквально на несколько сотых процентов опережает своего ближайшего конкурента с показателем 21,6%. На третьем месте самопомощь с показателем 11%. С 10% далее по-прежнему следует оппозиционный блок. Пятая в перечне лидеров партия Лешка с показателем 7,5%. И замыкает шестерку лидеров партия Батьковщина с показателем 6%. Партия Свобода с показателем 4,6% пока не пересекает 5% рубеж. Вдалеки от него также коммунистическая партия Украина, громадянская оппозиция, сильная Украина-Тегибка, заступ и правый сектор, остальные не набирают и 1%. Напомню, это результаты голосования по многомандатному избирательному округу. Тем временем в Центре избиркоме на информационном табло уже начали выводиться результаты по многомандатным избирательным округам, которые могут существенно изменить общие результаты выборов. Спасибо, Оксана. Напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Оксана Опрышко. Парламент 8-го созыва ориентировочно проходит 7 политсил. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных на выходе из избирательных участков. По данным национального экзитпола, лидирует блок Петра Порошенко. Он набирает 23% голосов. На втором месте Народный фронт – более 21%. На третьем – Самопомич, у нее чуть более 13%. Оппозиционный блок набирает 7,6%. Радикальная партия и Всеукраинское объединение Свободы набирают чуть более 6%. И замыкает список тех, кто проходит в Раду – Батькевщина. У нее 5,6%. Не преодолели. 5-процентный барьер, гражданская позиция – 3,5%, КПУ – 2,9% и сильная Украина – 2,6%. Экзитполы в Украине имеют особое значение. Это достаточно надежная форма контроля за честностью подсчета голосов. По результатам экзитпола уже начинают считать, какой будет расклад в Верховной Раде, всевозможные комбинации. Наши социологи доказали свой профессионализм. И, собственно, за исключением 2004 года, экзитполы совпадали как между собой, так и с данными Центральной избирательной комиссии. Отложенная методика, профессиональное исполнение. Это касается, относится к исполнителям на всех уровнях, начиная от интервьюера и кончая обработкой анализом данных. Я имела возможность наблюдать становление экзитполов, может быть, не с самого начала в Украине, но с первых. Ну и, конечно, сейчас приятно отметить, что на сегодняшний день эти методики отработаны и доведены до уже, ну, не сказать совершенства, потому что совершенство недостижимо, но до очень высокого профессионального уровня, на который можно только равняться. Россия признала прошедшие в ней очередные парламентские выборы в Украине. Об этом сообщил замглавы МИДа России Григорий Карасин. По его словам, в Кремле ждут официального подведения итогов. Политик также отметил, что в новой Верховной Раде необходимо будет наладить диалог с представителями всех регионов и стремиться к дипломатическому решению проблем на Донбассе. В Комитете избирателей Украины зафиксировали 850 нарушений на выборах в Верховную Раду. Однако они не повлияют на результаты голосования, поскольку были технического характера, сказал глава правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Он подчеркнул, что речь идет о так называемых непринципиальных и незначительных нарушениях. Виталий Кличко отказался от депутатского мандата и заявил, что останется киевским городским головой. Кличко подчеркнул, что киевляне дали ему большой кредит доверия, чтобы реализовать необходимые реформы в столице. И он ни в коем случае их не подведет. Киевский глава также выразил надежду на то, что в ближайшее время в Верховной Раде будут приняты законы, необходимые для дальнейшего развития украинской столицы. Жеземен Альбороза назвал выборы в Украине победой демократии и политики еврореформ. Об этом дипломат написал в своем твиттере. Председатель Еврокомиссии в своем посте также поздравил украинский народ с выборами. Представители Евросоюза сошлись во мнении, что на парламентских выборах в Украине однозначную победу одержали проевропейские силы. Генсик Совета Европы Турбьорн Ягланд поприветствовал проведение парламентских выборов в Украине. Он отметил, несмотря на то, что подсчеты еще уточняются, выборы в парламент продемонстрировали стремление украинского народа к миру, демократии и единству страны. Политик также поприветствовал приверженность президента Порошенко и премьер-министра Яценюка к реформам, которые были поддержаны большинством избирателей. Напомню, ОБСЕ признала парламентские выборы в Украине. По словам международных наблюдателей, отсутствие голосования в некоторых областях не может повлиять на легитимность результатов голосования. Премьер-министр Канады Стивен Харпер поздравил украинский народ с проведением досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении канадского премьера. По его мнению, это голосование является важным шагом в процессе укрепления демократии. Харпер отметил, что у лидеров Украины впереди еще много работы для обеспечения экономической, социальной и политической стабильности для страны. Политик заверил, что Канада будет продолжать поддерживать мирный украинский народ, который наметил новый курс истории. Премьер уверен, что граждане нашей стороны продолжат демонстрировать стойкость и мужество перед лицом военной агрессии со стороны путинского режима. Соединенные Штаты считают прошедшие накануне выборы Верховной Рады демократичными. Об этом говорится в совместном заявлении посла США в Украине Джеффри Пайетта и посла США при ОБСЕ Дэниела Бейра. Дипломаты отметили, что они наблюдали украинскую демократию в действии, когда страна второй раз за год пошла на избирательные участки, на этот раз проголосовать за новый парламент. Послы назвали атмосферу на десяти участках, которые они посетили в Киеве, оптимистичной и позитивной. Они считают, что подобное голосование граждан Украины является еще одним шагом на демократическом пути развития государства. Ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр АТО. По их данным, бойцам на 32-м блокпосту, который несет службу близ Смелого, доставили продукты питания и питьевую воду. Обстановка в других районах, в частности в Донецком аэропорту и в Мариуполе, стабильная и находится под контролем сил АТО. В то же время, руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщает, что за минувшие сутки террористы порядка 20 раз обстреливали позиции сил украинских военных. В частности, из минометов и стрелкового оружия атаковали подразделения Блесникишина, Ломакина, Чернухина, Богдановки, Гранитного, Новоласпы, Авдеевки, Донецкого аэропорта. Также отмечена активизация разведывательных групп противника. Сенаторы США Бен Кардин от Мэрилэнда и Роб Портман от Огайо распространили заявление, в котором призывают Соединенные Штаты предоставить Украине оборонительное оружие для защиты от агрессии России. Политики констатируют, что прошел месяц с тех пор, как украинское правительство достигло соглашения о прекращении огня с пророссийскими боевиками. Однако террористы продолжают нарушать его. Сенаторы считают, что больше нельзя позволять Кремлю диктовать политику на востоке Украины. Они уверены, что наше государство реализует свое стремление к демократическому и достойному будущему. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну актеру Ивану Охлобыстину. Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. Причиной попадания в черный список стали неадекватные антиукраинские высказывания героя сериала «Интерны». Это не первый запрет на въезд, который получила Охлобыстин. Ранее правительство Латвии опубликовало список российских деятелей культуры, которым закрыт въезд в страну. В список невъездных лиц в Украину также попал российский певец Иосиф Кобзон. Напомню, МВД Украины готовит черный список из более чем 500 российских деятелей культуры с радикальными антиукраинскими настроениями. И пока на этом все. Еще увидимся. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!